Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы смотрите очередной выпуск «Будь в хоккее». И сегодня в выпуске мы подробно разберем полуфинальные пары Востока и Запада, а также порассуждаем о шансах команд в финалах своих конференций. С вами «Будь в хоккее» и мы начинаем. Чао! Первая пара полуфиналов на Востоке – Питтсбург-Пингвинс и Оттава-Сенаторс. Напомню, что в первом раунде плей-офф Питтсбург прошел испытание Нью-Йорк-Айлендерс, Оттава же разгромила в серии Монреаль. Для того, чтобы понять картину этой серии, достаточно посмотреть всего лишь два матча. На мой взгляд, это первый и четвертый. Первый матч серии Питтсбург выиграл со счетом 4-1 и было видно огромное преимущество пингвинов. Преимущество прежде всего в скорости. Даже обычный вброс шайбы в зону заканчивался тем, что форварды Питтсбурга были на шайбе первее, чем защитники Оттавы. Все это выливалось в огромное преимущество Питтсбурга. Множество удалений Оттавы способствовали тому, что пингвины много времени играли в большинстве и любимую долю своих шайб забросили именно при игре в неравных составах. Еще до начала этой серии капитан Питтсбурга Сидни Кросби дал довольно большое интервью, где рассуждал на тему того, что Оттава по стилю игры похожа на Айлендерс. И Питтсбург знает, как играть против таких соперников. Собственно, Кросби и не обманул, что первый матч и подтвердил. Действительно, Оттава была очень медлительна и, собственно, за счет этого Питтсбург много времени проводил в чужой зоне, имел больше возможностей для взятия ворот, перебросал Оттаву там чуть ли не вдвое. Отсюда, собственно, и победа в первом матче серии со счетом 4-1. Второй матч серии стал полным бенефисом капитана Питтсбурга Сидни Кросби. Хит-трик канадца позволил Питтсбургу выиграть вторую игру дома подряд со счетом 4-3 и упрочить свое лидерство в серии. В этом матче Оттава, наконец-то, можно сказать, проснулась от того сна, в котором пребывала в первом матче серии. Оттава чаще забиралась в зону Питтсбурга, чаще создавала проблемы Тома Шувакоуну. Отсюда и, собственно, три заброшенные шайбы. Нападающие Оттавы играли перед воротами Бокоуна очень активно, создавали просто неимоверный трафик, и защитники Питтсбурга подчас не справлялись с этим давлением. Однако, в этом матче, еще раз напомню, Питтсбург вытащил Кросби. Его хит-трик позволил Питтсбургу выиграть две домашние игры и ехать в гости с комфортным преимуществом. Перед третьим матчем серии казалось, что Питтсбург возьмет серию очень легко в четырех матчах и будет спокойно готовиться к финалу Востока. Однако, нет. Третий матч серии Оттава вырвала во втором овертайме со счетом 2-1. И, наконец-то, восстановился нападающий Оттавы Джейсон Спеца, который не играл, насколько я помню, с конца января, пропустил весь сезон, наконец-то восстановился, вышел на лед и помог своему клубу. В этом матче было, наоборот, не узнать Питтсбург. Питтсбург играл вяло. Откровенно, вяло не было абсолютно тех скоростей, поворотом бросали очень мало, у Андерсона работы было тоже мало. А вот Оттава играла в атаке, наоборот, очень активно. И если бы не слаженные действия обороны Пингвинов и Томашу Вокоуна, в частности, то Оттава забросила бы намного больше и решила бы свою задачу в основное время. А так, можно сказать, вымученная победа сенаторов в овертайме и закралась надежда в сердце болельщиков Оттавы перед четвертым матчем серии. Четвертый матч серии, пожалуй, еще один, о котором стоит поговорить подробнее. Итоговый счет этого матча 7-3 в пользу Питтсбурга. Формленные издевательства над Оттавой. Было в этой встрече, забивали голы Пингвины на любой вкус, на любой вкус и цвет. И, опять же, вот эта скорость, вот эта скорость Питтсбурга, которая не спадала все 60 минут игрового времени. Именно она дала Пингвинам возможность с таким крупным счетом Оттаву переиграть. И этот матч, наверное, был переломным во всей серии. Потому что такого поражения Оттава стерпеть не смогла. Такого разгрома. И поэтому за этим матчем последовал еще один разгром. Уже в пятом матче серии со счетом 6-2 пингвины победили. Выиграли серию со счетом 4-1. И первыми во всей лиге вышли в финал своей конференции. Еще по поводу четвертого матча. Такая отличительная особенность, что у Питтсбурга почти забивают, в этом матче забили все звенья. Абсолютно все звенья Питтсбурга в этом матче отличились. И это говорит о том, что у Питтсбурга нет разделения, что одно звено играет, а три остальные так. Действительно, у Питтсбурга играет вся команда. И вот эти приобретения, которые были сделаны по ходу сезона, это Джерома Гилла, Брэндон Мору, Юси Йокинин. Они все действительно помогли Пингвинам. Действительно помогли. Поздравляем Питтсбург с выходом в финал конференции Востока. Вторая пара полуфиналов на Востоке. Бостон Брюинс и Нью-Йорк Рейнджерс. Напомню, что обе эти команды в четвертьфиналах Востока выдержали семиматчевые испытания Вашингтоном и Торонто. И если Бостон обыграл Maple Leafs за счет очень мощной атаки, мощной атаки, похожей, кстати, на атаку Питтсбурга, но об этом мы поговорим позже, то Рейнджерс выиграл серию, можно сказать, на ошибках Вашингтона. Серия была у Кэпиттл с руках, но в последних двух матчах они ее упустили. Что же касается именно пары Бостон Рейнджерс, то первые три матча уверенно выиграли Мишки. Говорю, почему уверенно, потому что ситуация похожа на первую пару полуфиналов на Востоке. Опять же, умопомрачительная скорость Бостона. Скорость, которая на протяжении всего матча не давала Рейнджерс делать ничего своего. Рейнджерс подстраивался под игру Бостона, что он сделать не сумел. Рейнджерс такая команда, которая должна играть все-таки в свой хоккей, а не подстраиваться под чужой. Бостон сумел задать свой темп в первых трех матчах. Отдельно хочется выделить первый и второй. В первом, напомню, что победу одержали Мишки со счетом 3-2 в овертайме. Во втором Брюинса разгромили Рейнджерс со счетом 5-2. И хочется сказать, что ситуация опять же похожа на Питбург. Очень мощная атака Бостона во главе с Миланом Лючичем, который, между прочим, возглавляет список бомбардиров в плей-офф НХЛ. С Миланом Лючичем, Патрисом Бержероном и другими личностями разрывали, прямо скажем, не самую сильную оборону Рейнджерс. Нью-Йорк вообще был просто бледной тенью себя. Абсолютно на себя не похож. Максимум заброшенных шайб в этой серии в основное время у Рейнджерс всего лишь 3. И это при том, что Торонто умудрялся проигрывать Бостон, забрасывая 4. В этом и главная причина поражения Нью-Йорка. Слабая атака. Да, есть Рик Нейш, да, есть Райан Кэллахан, но этого не хватает Нью-Йорку, не хватило этого в овертайме, потому что не было поддержки от других звеньев. И вот эта вот победа Рейнджерса в четвертом матче серии в овертайме со счетом 4-3, можно назвать это случайностью. Бостон упустил кучу моментов, кучу моментов упустил в этом матче. И эта победа в овертайме, опять же, если проводить параллель с первым полуфиналом, похожа на победу Оттава в овертайме, разве что этот матч получился более результативным. Отдельно в этой серии мне хотелось бы выделить одного человека, это защитник Бостона Тори Крюк. Уверен, что многие из вас это имя слышат впервые, и я немного расскажу о нем. Тори Крюк, защитник, который до этого плей-офф провел за Бостоном всего лишь один матч. И то это было в сезоне 2011-2012. Сейчас же из-за огромных проблем в обороне Крюк был вызван из фарма Бостона, провел вот эти 5 матчей с Рейнджерс, и, внимание, набрал в них 5 очков. 4 гола, 1 передача. Для защитника, проводящего свои всего лишь 5-6 матчи за клуб, который претендует на Кубок Стэнли, а Бостон именно таковым клубом и является, это показатель все-таки просто фантастический. И если Бостон, также хочется отметить, активно подключал к атакам защитников, то у Рейнджерс оказывалось, что и подключать-то некого. Отсюда и такая разгромная победа, выводы делайте сами. Поздравляем Бостон с проходом в финал конференции Востока и ждем интереснейшей встречи с Питтбург Пингвинсом. Начнем с первой пары. Лос-Анджелес Кингс, Сан-Хосе Шаркс. Перед этой серией на многих спортивных порталах и многие спортивные аналитики говорили о том, что Лос-Анджелес просто загубит Сан-Хосе своим антихоккеем. Что, собственно, и получилось в первых двух матчах. Начинал Лос-Анджелес серию дома, подтвердил статус своей исключительно домашней команды. Выиграл первые два матча. Для разбора я взял первый матч, который является показателем игры Лос-Анджелеса во всей серии. Не сказать, чтобы Лос-Анджелес играл первым номером. Лос-Анджелес сыграл от обороны, как и всегда, как и в регулярном чемпионате, как и в серии 1-4 финала с Сент-Луисом. Лос-Анджелес сыграл от обороны. Играл от обороны, соответственно, на контратаках, ловил свои шансы. И это принесло ему успех. Счет в первом матче 2-0 в пользу Лос-Анджелеса. Это фантастическая игра в обороне. Два этих гола были заброшены в третьем периоде. И после этого, после этих двух голов, Лос-Анджелес закрылся. Закрылся и Сан-Хосе сколько бы в эту стену ни бился, не мог ее сломать. Вот в этом и заключается вся игра Лос-Анджелеса. Забили, побили в счете и сели в глубокую оборону. Когда же серия переехала в гости к Сан-Хосе, Лос-Анджелес заиграл совершенно по-другому. Не в свой хоккей. Лос-Анджелес стал больше атаковать, больше бросать поворотом, больше оголять тылы. Что и привело к тому, что два гостевых матча были проиграны. Проиграны с минимальным счетом. 2-1, третий матч Сан-Хосе выиграл в овертайме. Четвертый матч в основное время. Сан-Хосе приспособился к игре Лос-Анджелеса. Играл только от него. Заставил Лос-Анджелес сыграть первым номером, что короли не умеют. Хоть они и короли, хоть они и действующие обладатели Кубка Стэнли, но первым номером Лос-Анджелес не играл никогда. И это короли изгубило два поражения в гостях. И в серии появилась интрига. Когда же серия переехала обратно в Калифорнию, ситуация повторилась, как и в первых двух матчах. Лос-Анджелес сыграл вторым номером и умело перестраивал игру по ходу матча. Забили гол и ушли в оборону. В этом была и вся игра Лос-Анджелеса на протяжении всей серии. Еще одной проблемой для Сан-Хосе являлся обладатель хард-трофи прошлого сезона Джонатан Куик. Статистика Куика в этом сезоне в среднем за матч 1,55 пропущенных шайб за игру. У остальных голкиперов Энхел этот показатель за 2 шайбы и больше. Куик в этом плане абсолютно лучший. Можно подвести такой итог этой серии, что команды выигрывали только у себя дома. И когда наступил седьмой матч, а он проходил именно на родной площадке Лос-Анджелеса, Кингс его и выиграли, опять же подтвердив статус своей исключительно домашней команды. 4-3 в серии в пользу действующих обладателей Кубка Стэнли и выход в финал Западной конференции. И вторая пара плей-офф на Западе, Detroit Red Wings и Chicago Blackhawks. Явными фаворитами этой серии являлись, угадайте, кто? Бинго! Чикаго. И Чикаго должен был разгромить хромой Детройт. Детройт, который оставил все свои силы в семиматчевой битве с Анахаймом. И в первом матче, собственно, так и произошло. Ястребы грамотно выстроили свою игру, создали кучу опасных моментов, забили 4 шайбы. Но, но, эти 4 шайбы были заброшены скорее не от такой мощной атаки Чикаго, а от настолько неожиданно беспомощной обороны Детройта. 3 из 4 этих шайб заброшены после ошибок защитников Детройта на синей линии. Как на своей, так и на чужой. Первый гол. Не смогли выбросить шайбу из своей зоны. Для примера возьмем четвертый. Команде нужно забивать пустые ворота, и защитник теряет шайбу на чужой синей линии. Чикаго забрасывает пустые ворота. В итоге 4-1 в первом матче. Результат для многих предсказуемый, но по игре, прямо скажем, неожиданный. Второй матч и полная противоположность. Детройт играет безошибочно. Детройт играет четко и слаженно, как и должен был играть. И вот здесь вот уже Чикаго и поплыл. Чикаго получает обратный 4-1, и серия переезжает. По второму матчу хочется сказать, что Чикаго не выручал Кори Кроуфорд. Он не выручал их на протяжении всей серии, но в этом матче уж парочку голов-то Кроуфорд должен был брать. Не зря же все-таки, ведь Кроуфорд и Эмери получили свой индивидуальный приз. А в следующих двух матчах Детройт играл по принципу Лос-Анджелеса. Только от обороны. И против Чикаго и нужно было так играть. И это и принесло успех. Две победы подряд, счет серии становится 3-1. И что сделал Детройт? Детройт не дал самого главного атаки Чикаго. Он не дал им широты площадки. Чикаго строил свою атаку на каких-то узких участках поля. Именно узких. Не длинных, а именно узких. Ведь в хоккее широта атаки очень важна. Так вот, Детройт сузил атаку Чикаго, да и неимоверного. И очень легко отбирал у них шайбу в своей зоне. В итоге, после этих матчей 3-1 счет в серии. И, одна отличительная особенность, у Чикаго за эти два матча, внимание, только один заброшенный гол. Одна заброшенная шайба в двух матчах для главного претендента на кубок Стэнли. Разве это результат? Серия переезжает дальше. Преопятый и шестой матч говорить много не будем. Скажем лишь, что в этих матчах две победы одержал Чикаго. И это был коренной перелом в серии. Детройт сломился психологически. Детройт имел два шанса, чтобы выиграть серию. Но этого не сделал. В обоих матчах Чикаго забросил по четыре шайбы, что им для победы хватило. Ну и, конечно, классика жанра. Седьмой матч серии. И судьба того, кто пойдет в финал конференции, решается в овертайме. И этим счастливчиком стал Чикаго. Казалось бы, неожиданно. Да, может быть. Детройт ввел в серии 3-1. Ну, с вероятностью в 90% должен был выходить. Выходить в финал. Однако Чикаго в нужный момент включила все свои сильные стороны. Доказала, что не зря все-таки они президент трофи взяли. Что не зря они так великолепно играли весь сезон. И они выиграли. И вышли в финал. Вышли в финал на Лос-Анджелес. И вот это противостояние ничуть не будет уступать паре Питтбурга и Бостона. Если там все будет решать скорость, то здесь именно тактические схемы и холодный расчет. Это серия для гурманов. Безусловно. Лучшая команда нынешнего сезона против лучшей команды сезона прошлого. Друзья, наслаждайтесь. Финал Восточной конференции. Питтбург-пингвинс против Бостон-брюинс. В регулярном чемпионате эти команды встречались три раза и трижды победу одержал Питтбург. Правда, с минимальным разрывом. Видится интересная серия, так как обе команды играют в супер атакующий хоккей. В супер скоростной хоккей с активным подключением защитников. Также намечается интересная дуэль для вратарей, которые проводят великолепный сезон. Для Тука Раско из Бостона этот сезон, можно сказать, вообще неожиданность. Кто же мог подумать, что основному голкиперу Бостона Тиму Томасу так неожиданно захочется отдохнуть от большого хоккея. Томаш Вокоун, проведший свой, откровенно, худший сезон в карьере в прошлом году в Вашингтоне, пришел в Питтбург, но только на роль второго вратаря, потому что там уже был Марк Андре Флюри. И чешский ветеран смог сместить Флюри с первой строчки. Смог. И это произошло именно в плей-офф. После пары неудачных матчей с Айлендерс, в которых Флюри пропускал какие-то просто невероятные шайбы, Вокоун, именно Вокоун, вот эта вот чешская стена, эталон надежности и спокойствия, Вокоун встал в ворота, обеспечил Питтбургу уверенную победу над Айлендерс, более уверенную победу над Айлендерсом. И теперь именно Вокоун номер один в Питтбурге. И вот дуэль между вратарями, я думаю, будет довольно интересная. Еще одна отличительная особенность этой серии будет в том, что для команд не будет иметь значение, где они играют. Дома ли у Питтбурга или дома ли у Бостона, команды умеют играть как дома, как и на выезде. Для них этот фактор не будет играть абсолютно никакого значения. И если вы собираетесь провести парочку бессонных ночей, посмотрев НХЛ, то смотрите, я вам рекомендую Питтбург Бостон. Потому что на этом скоростном хоккее, на этом атакующем хоккее, на этом зрелище, на этом шоу уснуть будет невозможно, поверьте. Ждем финал Востока. Ну и финал Запада. Финал Запада – зрелище для эстетов хоккея, для ценителей хоккея, для гурманов. Чикаго Блэк Хокс против Лос-Анджелес Кингс. В этом сезоне команды встречались три раза, из которых дважды победу праздновал Чикаго и один раз Лос-Анджелес. Примечательно, что все эти встречи были довольно результативными. Минимум заброшенных шайб в этих матчах 5, максимум 9. Однако в плей-офф, я думаю, результативных игр ждать не стоит. Более того, я думаю, если Лос-Анджелес сыграет в обороне так же уверенно, как с Сан-Хосе и Сент-Луисом, и так же, как и Детройт сыграет, не дав Чикаго широтой площадке, то победа королям обеспечена. Преимущество же Чикаго будет в том, что они начинают серию дома. И будут иметь шанс вырваться вперед в серии, ведь короли в чужих дворцах править не привыкли. Задача Чикаго на каждый матч будет такой. Забросить как минимум 3-4 шайбы. Чикаго этого хватит. Если они будут выполнять эту задачу в каждом матче, серия может и завершиться, и в 4 матчах. Задача Лос-Анджелеса, обратно пропорциональная, не пропустить больше 1-2, то есть уверенно сыграть в обороне. И вот это противостояние атаки Чикаго против обороны Лос-Анджелеса будет просто фантастической. Смотрите и наслаждайтесь. Финал Запада уже скоро. Финал Запада